Желаю. Здравствуйте. Да, здравствуй. Первое мае. Почему Первое мае? Ну, второе. Или первого июня. Так, можно закрывать свет? Да, можно. Можно. Как вы поживаете? Ну, так сказать, в плепорцию. Это что значит? Значит, все нормально. Отлично. Первое мае это праздник, наверное, поэтому вы и говорите. Как Первое мае? Нет, я просто... Мысли в голове закончились, и я не знал, что говорить, поэтому я сказал, как, здравствуй, Первое мае. Ну, понятно. Светлана, а вы только водите машину? А сейчас, да. А Владимир вообще что-то водил? Он права не получил здесь. Я еще не получил здесь права. А вообще вы сколько лет водили? Ну, лет сорок. А тут собираетесь, Сергей? Собираюсь. Здесь легче водить, чем в России. Почему? Здесь больше порядка, кстати. И когда вы получите права? Он теорию сдал, он теперь практика надо сдавать. Идемте туда, в магазин. А, пойдем. Прям сюда же? Да, сюда. Вот, день рождения скоро у Владимира Яковлевича. Может быть, вы что-то здесь можете выбрать? Как, если спортивно, годится или вы хотите что-то другое? Все годится. А вы вместе покупаете какие-то подарки или там, я не знаю, вообще продукты? Вместе или отдельно? Ну, когда, вместе. По-всякому. И вместе, и в отдельности, но больше вместе. Владимир Иванович, а вам что больше нравится, вот, подарок к дню рождения? Спортивное что-то или там, я не знаю, что-то другое? Как вы? Что вы любите? Да, сейчас, пожалуй, спортивное. Скажите мне, пожалуйста, я хочу на вас посмотреть, можно? Сейчас, пожалуй, больше спортивное. Хотя, я не знаю, так ли скоро будет день рождения у меня. Сегодня какое число, Света? 27 октября. Октября. Можете? Аня, костюмчик. Она сейчас у нас едет в Париж, в дорогу. Вот там и пупит тебя. Нет, она хочет дорогу какую-то. Ага, а зачем ей тогда в Париж? Тогда в Париж. А что она там собирается делать? Ну, просто у нее, я исполнилась 21 год, как совершеннолетие по-американски. Вот она, как подарок. Она на недельку едет. Ну, отлично, отлично. Почему она там встречается со своей русской подругой-одноклассницей? Она из Москвы едет, она отсюда. Там встречается. Лучше. Я в этом не понимаю, мне все равно. У нас так, обычно я езжу, что-то нахожу, потом его привожу. Нравится, нравится. Подходит. Обычно нет. Он не любит ходить долго по магазинам? Нет. То, что нравится ей, это не значит, что мне будет нравиться. Больше части нет. И вы спорите, ссоритесь из-за этого? Я просто не покупаю. Или сдаем назад. Здесь живу, здорово. Купил, а потом сдать можно. Мы широко пользуемся. Купил, одел. Одел. Сутки поносил. И отдал. Удобно? Да. Я говорю, у меня была серьезная операция. И после этого я... Вы мне рассказывайте, пожалуйста. Да. После этого я практически не плавал. Ну, не считая... А до этого, последние разы перед операцией, целая полоса в моей жизни, совсем другой был человек. И вот я... Это было в России. Где-то... Света, когда мы были на Ренмаре? Где-то в декабре месяц. Ну, тебя там, по-моему, не было. И это хорошо. Да? Почему? Ну, жена, это всегда много слов и мало дела. Да вы что? Я читала, что вы хвалите очень Светлану Владимировичу. Я считаю, что она, в общем-то, нормальный человек. Что бывает и хуже. Но очень редко. Я этого не говорю, конечно. Вы шутите? Да. Это я так шучу. Понятно. А когда операция? Давно было? Это уже года два назад. Здесь? Да, естественно. А где еще? Если бы там, то это бы... Меня бы здесь, наверное, уже давно не было и вообще на свете. Ну, почему вы такой известный человек, такой известный композитор? Вас положили бы в России в лучшую клинику. Ну, а меня положили в хорошую клинику там. У меня был, так сказать, вроде трехкомнатный номер, шикарно все было. Это все хорошо. Но мои друзья попадали в подобное положение в России, знаменитые актеры, по крайней мере, я не буду называть кто. И не вернулись к нам. А вернулись в лучший мир. Ну, здесь это тоже может быть. Да, может быть. Ну, здесь меньше шансов. Потому что здесь хорошо режут. Очень хорошо отрезали, что лишнее. Я вам отношусь хорошо. Вот той докторше, которая меня резала, я ей очень благодарен. Я не знаю, я не специалист, я не знаю, как она отрезала, хорошо или плохо. Думаю, что она что-то хорошо, в общем-то. Вот. Но, например, после того, как я вышел из наркоза, то я был буйный несколько часов, я сорвал себя, как-то не сгибался. И вижу, вся бригада какая-то черная, негрой, да, так сказать, афроамериканцы. А это оказалась бригада, там была из Филиппинских островов. Вы испугались? Я думал, что госпиталь захватила какая-то банда. И стал с ними ругаться, драться. У меня отличный вкус. Я пошутил. Я считаю, что помогает жить на свете только веселое настроение. Владимир, едем к океану. Куда скажете? Как вам океан? Вы любите? А почему? Че тут плохо? А сам океан хороший. Сам океан хороший, понимаешь? Ну, вот в Лохое мне в последнее время не очень нравится. С городом Сан-Диего я начал знакомиться именно в Лохое. Потому что до операции мы с сынишкой приехали и не вылезали из воды, конечно. А сейчас выкупается снег? Когда тепло? Нет, и сейчас можно. Для меня это... Я купался в последний раз. Не здесь, а вот в Нарьянмаре. Температура воздуха была очень хорошая. Минус 36. Но это воздух. Воздух. А вода ниже, чем плюс 4, же не опускаете, иначе она замерзнет. Сколько лет назад? Ну, это было... Ну, два года назад. Честно говоря, должен сказать, что она молодец. Более надежно водит, чем многие мои знакомые мужики с огромным стажем. Плюнь. Пу! 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 Анна Владимировна, а к вам вопрос. Вы хотели бы, чтобы Валя мягче водила или нет? Нет. Я понимаю. Опасно? Да. Для кого опасно? Что ты ведешь? Для народа. Это правда. Вас надо сохранить здоровым. Живым и здоровым надолго. Да, ну еще и тот народ, который может быть задавным. А как вам здешняя природа, вы мне скажите? Вот мы едем сейчас на океан. Как вам здесь природа Америки? У меня к ней претензий нет. Все живое. Все живое. Все берегут. И все берегут. И относятся... Вот мы сейчас приехали, здесь была война между людьми, которые за этот пляж. Я это только приветствую. Ну, смотрите, какая красота. Смотрите, какая она. Какую даму. А вы в Москву сейчас не ездите? Вот мы сейчас поедем в субботу. Ну, мы... Вот так, половина здесь, половина в Москве. А где больше? Ну, даже трудно сказать. Вот в этом году больше в Москве. Тоже третий раз едем. Там по три месяца жили. Сейчас вот уже еще один раз. А у вас там квартира все есть? Да, у нас там квартира. И у нас там сын. Самое главное. А что сын делает там? Ну, сын вот закончил институт. Вот. И живет, не хочет сюда переезжать. В московский институт какой-то? Да. А что, какой профессии? А, звукорежиссер. Смотрите, тюленя вы видите? Вон, на скале сидят. Вон, вон, вон. Видите? Тюлени. Тюлени видите? Где? Ну, вон. Вон, там камень. И как-то мирное сосуществование. А птицы пеликаны. Ее не мешает, но вода стала нечистой. Да, запах. Вот это вот самое хорошее место, где можно зимой плавать. Здесь такой заливчик. И здесь всегда тюлень. Вон там вот, спуск. Да, да. Ну, очень теплая. А купаться хочется? Очень хочется. А вы не скучаете по русским речкам? Скучаю. Например, Волга, там, я не знаю, Гнепр. Ну, на Волге вода гораздо холоднее. Я на Волге однажды плавал в мае месяце. Жутко холодный вода. Вода была плюс пять. Это почти минимальная температура. И все пониже будет заморчание. А еще я знаю, что вы любите снег. А здесь снега нет. Как вы это переживаете? Закончится снега, поеду в Россию. А здесь же есть, пожалуйста. Штат. Отсюда проехать. Волорадо. Нет, здесь не далеко. От нас полтора часа гора, две горы. И там катаются. На лыжах. На лыжах. Ну, мы еще не ездили, но дочка у меня ездит. Разная погода. Но я не понимаю. А вот как он? А у вас есть какой-то спортивный зал дома, где вы сейчас живете? Какие-то тренажеры есть что-то? Ну, мы ходим в тренажерный зал. Вместе? Вот, я хожу на Йову. Там можно бегать. А Владимир? Я там еще в тренажерный зал не ходил. А, вообще-то я ходил, смотрел на первом на Элайджу. У нас же был в доме тренажерный зал. А зарядку делаете утром? Стараюсь. Ну, покажите, какие упражнения. Ну, сначала надо пробежать. Ну, покажите сейчас без пробежки, какие упражнения. Ну, сначала пробежка. Ну, давай сейчас немножко пробегу. Ну, давайте. Чуть-чуть. Что потом, после пробежки? Какие упражнения? Покажите. Ну, есть у меня гантели. Приседания с гантелями. Владимир, вы мне рассказываете. Приседания, приседания гантелями. Отжим от земли. Еще не были у нас в доме, на участке. И тогда вам станет ясно, где я больше собираюсь времени проводить. Я не могу сказать, сколько я хочу, а сколько я хотел бы еще прожить. С некоторой надеждой, что это может осуществиться. Мне один человек, в общем-то, уважаемый, я не буду его сейчас называть, пожелал мне прожить до 120 лет. Ну, конечно, до этого еще не так легко дойти, потому что я пока дошел, мне вот-вот должно исполниться 86. Я считаю, что я еще очень молод. 86 – это разве возраст для мужчины. Это не возраст. Правильно? Вот. Ну, жена мне, если честно сказать, она немножко помоложе будет. Да, хорошо, молодая жена продлевает жизнь мужчине. Когда мы здесь были, когда я только приехал, мы еще у нас не было квартиры в том месте и дома. Сейчас у нас шикарный дом с участком, все. Это вы богатый человек его купили? Да, совершенно верно. Очень богатый? Ну, не очень богатый. Я себя считаю, я на самом деле не очень богатый, но себя считаю очень богатым. Хотя бы вот почему. У меня есть вот это вот, это ведь тоже своего рода богатство. Правильно? Я согласна. Вот. И дом там очень удобно. Там другие животные, не то что здесь. Но там зайцы пасутся почти целый день. Давай. Больше поклонники. Мы тут живем в Сан-Диего и мы поем ваши песни. А вы там в России жили в каком городе? Донецке. Ага, так. На Украине. Так поэтому ты сразу с украинского центра начал говорить? Ну, это наше детство. В 70-е годы пели чебурашку. У нас дети выросли на ваших песнях, Владимир Евгеньевич. Поэтому вам анекдот быстренько. Пришла в гости Алла Борисовна к ветераншам. Ну, женщины немолодые в основном, после 80, 90, 100 лет. Ветеранши с этим сами. Они к ней бросили. Аллочка, как хорошо, что ты к нам пришла. Мы ж выросли на твоих песнях. Владимир Евгеньевич, а мы знаем. И мы это. Давайте, давайте, девочки, девочки, давайте. Слушайте, давайте. У Владимира Евгеньевича скоро день рождения. Давайте мы ему спорим. А, ё-моё, только мы соберем. Пусть плывут неуклюжие пешеходы по лужам и водам по асфальту рекой. И не ясно прохожим в этот день не похожи, почему я веселый такой. Подпевай. А я играю на горошке, у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз году. Та-ба-да-ба-дам-да-ба-дам-да-ба-дам. Спасибо вам большое. Здоровье, счастье. Живите на радостью. Зачем занимаете дорогу, он сказал. Вы такой знаменитый. Мы как рады вас тут встретить. Чтобы мы представляли, что с Шаинским споем его песню. Где-то, Бог знает где, да? Ну, представляете, да. Я была приехать в Сан-Диего, тут 20 лет прожить, потом встретить. Дай Бог вам счастья, и дай Бог вам счастья найти там, где вы его хотите, и в любом месте. Мы уже нашли здесь. Вот здесь вот. Мы уже нашли. Вы долго здесь живете? Вы с детства, я понимала, что мне где-то надо не там жить, и я нашла там. Я с вами солидарен. Я родился в городе Киеве, но это, правда, было недавно, 86 лет назад. А вы туда ездили потом? Да нет, почти. Нет? И я очень удивился, что я не забыл украинский язык. Очень удивился. Хотя я не могу сказать, что я очень люблю и украинцев в особенности. Это цены наши люди. А вас часто узнают на улице? Очень часто везде. Здесь в особенности. А, в Израиле. А в Израиле. В Израиле. То есть приезжает, выходит из... Машин. Такси. Ага. Вот. И тут сразу сидят какие-то... О, Шаинские! Как будто они вот сидели и его ждали. Потом там по улице гонялись, там то сок, то что им предлагали. В Израиле вообще невозможно ходить. А вы любите, когда вас узнают? Вам нравится это? Обожаю. Да? Да, но мне все равно. Узнают хорошо, не узнали, тоже ничего особенного. Ну, вообще приятно, да? Да, ну, это же вопрос обычно корреспондентский. И вам приятно, когда вас узнают. А как вам нравятся вообще американцы здесь? Как народ? Очень нравится. Люди вокруг, соседи. Очень нравится. Все. Все, хватит. Здравствуйте. Здрасте, можно к вам? Можно. Можно, конечно. Не можно, а нужно. Какой у вас красивый дом. Это приятно. Дом замечательный. Дом замечательный. Сколько лет вы уже в нем живете? Я даже не помню. Света, сколько лет? Ну, года три-четыре. Три года. А он сразу был такой, или вы что-то перестраивали? Ничего не перестраивали. Тут кто-то жил до вас. Нет, новый. Новый дом, но с мебелью совсем был. А чей дизайн? Кто придумал все? Не знаю. Я не знаю, как фамилия дизайнера. Не вы? Нет, но вы заказывали дом или нет? Нет. Он стоял готовый. Ну, а такой демонстрационный был, и они решили нам его уступить. Это лучше уже с мебели, там совсем. Ну, покажите нам дом, пожалуйста. Джаз. Please. Не, мы вас вперед. Здесь вот такой вот маленький. Что здесь? Ну, как бы такой. Такой. Фронт-ярд, так сказать. А кто занимается огородом? Садовник. И я. А вы? А я? Ты тоже иногда помогаешь. Поливать. Владимир, а что вы больше? Зелень просто или цветы? Что больше нравится в доме здесь? Мне все больше нравится. Все очень нравится. Хорошо. Но. А Россия все-таки лучше. Это ж мне забывать надо. Чем лучше? Я думаю, что всем. Тем, что там русский дух. Правильно? А здесь вы не чувствуете? Теперь здесь русский дух, поскольку здесь нахожусь я и моя жена. А соседи нет русских вокруг? Нет. Нет. Нет? Пойдемте в дом. Выйдите, мы вас снимаем, вы вперед. Рассказывайте. Это маленькая гостиная комната для приема ответственных товарищей. А кто у вас тут ответственных товарищей? Вот она. Я жучу. Конечно. А гости бывают? Запросто. Откуда гости? Соседи? Или приезжают? Ну вот недавно к нам из Москвы приезжали. Да? Кто? Родственники? Нет. Друзья. Вот они поехали на Гавайи на теплоходе. У нас же лучше, чем на Гавайи. Куда дальше идти? Идите. Вот это столовая. Иди сюда. Со мной. Здорово. Это что? Это, вот это столовая. Это, так сказать, телевизор. Как ты назвала? Family room. Family можно и family, но мне нравятся здесь телевизионные комнаты. Вы здесь смотрите свои мультики, нет? Свои нет. Мы стараемся английские. Мы смотрим американские мультики. И не мультики, а американские передачи. Все. Sit down, please. А вы можете что-то говорить по-английски? Как у вас с английским? С английским у меня среднее. Основной разговорник по-английски, это моя жена. Она хорошо говорит. Ваня, ты хорошо говоришь? Все ходят. А вы раньше учили язык света? Я учила в школе, в институте, так и бесполезно. Приехала сюда, вообще ничего не понимаем. Я думала, что мы все знаем, оказалось, что мы ничего не знаем. И я пошла в университет Сан-Диего. Там есть такое специальное отделение, где там очень хорошо учили языку. Но, правда, я не так уж много классов. Сейчас вот тоже еще колледжи везде. Ну, то есть, продолжаю учить. Потому что чем больше учишь, тем больше понимаешь, что ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Ну, по крайней мере... Правильно, молодец. Ну, а теперь ты окончательно поняла, что ты ничего не знаешь? Смотрим фильмы, смотрим новости. Мы когда приехали, единственное, что я могла смотреть, это канал Фуд. Тут все ясно не показывает. А я терпеть не могу. Единственное, что я могла смотреть, или какой-нибудь там, не знаю, дизайн квартиры, или там что-то такое, хаус-хантер. Вот это было понятно. А новости только в интернете по-русски. Вот. Сейчас потихоньку, потихоньку мы уже так все смотрим на английском. А вы какой специалист? И вообще что вы заканчиваете? Ну, я вообще экономист. Здесь экономисты очень нужны. Потому что экономика должна быть экономной. Как указал Леонид Ильич. Кстати, неплохой был мужик. А вы политикой интересуетесь вообще? Yes. Yes, sir. Например, что происходит в Америке больше, или то, что в России больше? Ну, пока больше всего, что в России происходит, естественно. Здесь особо ничего не происходит. Здесь ничего не происходит. Здесь они спокойно, гады живут. Я читала, что вы член партии «Единая Россия». Это так? Нет. Значит, интернет вперед. Интернет? А, может быть, я и был когда-то, числился, но я специально не вступал туда. Они меня, так сказать, знают мой патриотизм. Может быть, они меня, так сказать, и зачислили. Я не сопротивлялся. Может, там, а что там? Хорошие ребята, я их всех знаю. А кого вы все знаете? Самых первых лиц тоже знаете? Ну, безусловно. Да? Медведева, Путина? Медведева нет. А Путина отлично. А каким образом отлично? Ну, встречались с ним на всяких моих юбилеях. Были, лобызались. Все, что хотите. Гости он вас не приглашал? Я бы его сам пригласил, но у меня еще не было этого дома. Его некуда было приглашать. У нас было только Кондо. Вот, кондоминиум. Но пригласите сейчас, у вас есть возможность. Сейчас есть, но это не в моих нравах как-то суетиться и себя, так сказать, предлагать. Я не предлагающаяся девица. Вот. Можно, пожалуйста. Пойдемте во двор. Да, я должен тебя остановить. Это не двор. Это старинное название оказалось. Пошли во двор, пошли на двор. Вот. Нет. А это называется бэк-ярд. Sorry, sir. Там, куда вы сначала заходили, это был фронт-ярд. То есть передний двор. Но очень важно, что в заднем дворе. Скажите, кто тут что посадил вообще, кто, как ухаживает, полюбилой. Вот тут посадили... Идите туда, к Свете. Если я нечаянно ее полью, она в жизни не простит. Она иногда поливала. Соскучились по нашим ромашкам. Вот с вами. Ромашки обожаю, по-моему. Это что сейчас будет, Владимир Рякович? Нет, смотри. Так что, вам садовник не нужен? Вы сами как садовник. Нет, нет. Садовники все равно есть. Поливают. Ну еще, давайте еще получше. Так. Мне больше всего нравится дерево, которое с самого начала. Мы его посадили. Света сказала, что это мое дерево. Я-то не знал. Я этими вопросами не интересуюсь. Уже это инжир. Было тоненькое, тоненькое маленькое дерево. Сейчас он там уже разрослется. Уже разрослось и стало выше всех. А плоды есть? Сейчас. Ну маленькие, так мы уже в прошлом году сколько было? Всего пять плодов. У нас двадцати плодов. Отойдите, полите там. Отойди. Я могу Свету полить. Давайте. Свету. Ты меня поливала? Вот пальмы эти мы посадили. Три пальмы. Мое дерево считается инжир. Это инжир. Света объяснила, что это мое дерево. А вы Свете дарите цветы? А как же? Как часто? Как вырастает, так и даю. Нет, покупайте и дарите. Нет, цветы я и не покупаю. Цветы это настолько ценно, что их надо не покупать, а как-то иным способом доставать. Подожди, я в Москве, у вас же нет этого сада. Вы покупаете там цветы, цветы? Конечно. Там приходится покупать. Какие? Она больше всего любит розы. Она знает, что любить. Она все знает. Тут у нас произошла очень интересная история. Несколько недель назад я сидела на балконе. И вдруг уже собиралась уходить. И вдруг смотрю, какой-то спускается шар огненный. Такого ярко-ярко-неонового синего цвета. Я побежала в окно, смотрю, что это такое. Смотрю, а там еще два. Один красный, один такой же синий. И вот они какое-то время повисели, зависли. И потом начали соединяться друг к другу какой-то странной траектории, со странным звуком. И соединились. И вот этот один, который прилетел, он их поглотил. Но это был не я. Не я поглотил. А вы видели? Я видел, конечно. Вы поверили это? Или как ни раз? Я говорю, ты представляешь это? Я говорю, что это такое? Она не даст. Так хочет расплатить. Ну, говори. Дело в том, что мы это все видели. Я слышал о том, что бывает НЛО. Но думал, что их видеть нельзя. И вдруг мы увидели их очень явственно, очень близко. И я сначала думал, да нет, это какой-нибудь самолет там летит. Вот. Из которого сейчас выприкнет на парашюте какой-нибудь. Какой-нибудь. Ну, там. Вот. Все. Ты не поверишь. Я веришь. Мы видели НЛО. Да. Это действительно было НЛО. Все мы когда-то, к сожалению, окажемся на небесах. Вы верите в то, что там существует загробная жизнь? Я не верю, что мы окажемся все на небесах. Я, например, вряд ли на небесах. Я очень большой грешник. Так. Но я от этого не страдаю. Я считаю, что везде хорошо. Правда, в основном, где нас нет. Но там есть жизнь после смерти? Как это после смерти? Я считаю, что может быть жизнь, в принципе, везде, даже на Луне. Казалось бы, там ничего, ни воды, ни чего. Но может быть. А кто его знает? Я же не Эйнштейн. Эйнштейн знает лучше. Но вы атеист? Да, вроде бы, да. А Света? Тоже. Как я, так и она. Правильно? Я, трудно сказать, что я атеист, и что я верю в какой-то религию. Я верю в небо, в солнце. Она человек религиозный, но безбожник. Как говорится, Бернелл, Батнот. В церковь не ходит, нет? Я хожу, в Москву приезжаю, я хожу, помянуть родителей. Ставлю свечки. Ну, так моя бабушка говорила, Бога в сердце держи. Вот я понимаю, что это вот мудрые слова. Потому что, понимаете, мы жили как бы в разных странах. Везде разные религии, везде разные традиции. И мне кажется, религия просто разделяет людей на самом деле. Потому что, если он двух есть, то он один. А Владимир, а вы в синагогу ходили в Израиле, когда жили? Мы жили рядом, Балатина. Мы слышали, как они молились, молитвы. Вот. Так я вам скажу. Я считаю, вот как-то мы взяли такси. Это было в Израиле? Где? Иране. Считаю, моя жена – это львица. Правда, светская. Вот. Но вот я, я честь, вот такую держу фотографию. А как вы познакомились, Владимир Владимирович? Ну, это давно. У нас сыну 24 года, дочке 21. Но больше у нас нет. Это они? Да, но это Света. Вот сынок. Вот Света – мать семейства. А вот Анечка. А расскажите, чем занимается сын, чем занимается дочка? Ну, сын учится в Институте современного искусства, есть такой, в Москве. Никак не хочет приезжать к нам. Я возмущен. Ну, что он, я хочу им руководить, естественно. А то, что он там, я не имею права возражать против его патриотических чувств. Но я не уверен, что это чистое и единственное чувство – патриотизм. А кроме того, мне кажется, главное то, что он хочет быть вне родительского надзора. А вы с этим не согласны? Конечно, нет. Почему? Надо детям давать свободу. Я считаю, свободу, но не Уго Чавесу. Вот. А кому там, я не знаю. Свобода Луису Карвалану. Это было, помни, когда-то. В общем, кому-то надо давать свободу. А дочке вы даете свободу? Дочке и не надо давать. Она у нас мудрая девушка. И сейчас надо ее… Вот она, может, придет, вы увидите. По-моему, она не дурна. А в чем ее мудрость? Мудрость я не вижу. Но она не дурна. Да, естественно. Для девушки это самое. Было по моей жене, видите, что она мудрой быть не может. У вас хороший вкус. Я читала про вас, что вы очень в свое время любили женщин. А сейчас? Мы попробуем любить перед таком контролем. А что, ревнивая света? У-у-у-у-у, не то слово. А вы ревнивый? У-у-у-у, не то слово. Кто больше? Трудно сказать. Ну, я думаю, конечно, все-таки она, наверное. Хотя нет, я тоже строг в этом вопросе. Вот, и все байки, что якобы я изменял или там прочее, это все байки. На самом деле, я считаю, что я, я не говорю, что совсем идеально, но около идеально. Как у нашего народа принято, желать до 120. Вот. И я такое пожелание пару лет назад получил. И тогда мне было еще поменьше. Я был совсем молодым парнем. 82, там, или 83 года. До 120. Я думал, что вот-вот мне будет 120. А нет, тут тоже еще, я еще даже до 90 никак не дотянул. Вот. Но я обязан до 120. Значит, надо жить аккуратно. Но у меня это плохо получается. Если бы совсем ничего не пить, это получилось бы. А вы что, пьете? Я не пью, это то слово сказать, пить. Если за праздничным столом я могу и поддать, так это не значит, что я пью. А что вы пьете, водку? Я понял, что правда в водке. Понимаете? Я, например, не люблю шампанское. Я могу выпить, конечно. Мне понравилось, я должен сказать, однажды, это было много лет назад, когда меня угостил бокалом шампанского, тогда живой еще, Борис Николаевич Ельцин. Вот. Ну, конечно, по росту мне с ним не очень выгодно показываться, потому что он был 2 метра 2 сантиметра. Это Борис Николаевич. Но в Кремлевском зале это было. Я считаю, что из зоопарка. Я поняла, но вы говорите, что это прообраз. Светой, правильно? Да. Ну вот, поэтому я ей... А Светочка здесь тоже неплохо выглядит. Да, совершенно согласен. Я шучу. Я совершенно согласен, молодец. Я шучу. Нет, молодец. А где Анечка? Вадимир, подойдите, пожалуйста, покажите, вот там какие-то фотографии еще интересные у вас. Кто это, что это и когда это было. Это напомнило мне цитаты из одной моей песни из репертуара Софии Ротару. Называется «Скажи мне, Рябина». Там так поется. «Скажи мне, Рябина, 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 Кого ты любила, 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 Кого ты забыла, Когда это было?» Вот все. Так вот, это моя жена. Она действительно выглядит красивой. И это действительно так. А вот моя Анечка. Выглядит красивой. А вот моя жена сейчас уже похуже выглядит, чем здесь. Но здесь она совсем еще ребенок. А что вы ей говорите, что она сейчас хуже выглядит? Нет, что вы наоборот. Она с каждым днем становится все лучше и лучше и лучше. Единственное препятствие, что некуда становиться больше. Ну что лучше, некуда. Она исчерпала слово «красота» до предела своим образом. А кто здесь дальше вот еще? А вот этот, я понятия не имею, кто это такой. Какой-то чужой мужик затесался. Это Вова Шаинский. Когда? Ну, лет сорок-пятьдесят назад. Слушайте, вы с тыквой там? Угу. Сейчас праздник будет? Угу. Вот сейчас я. Что, я очень изменился? Нет. А вы наряжаетесь, когда халувин? Харувин? Халувин. Нет, я еще ни разу, я еще далеко не все знаю. А я думаю, а это довольно тяжеленькая тыквочка была. Наша света. Сейчас придет, она убирается там. Сейчас придет. Убирается красивее. Я ее увидела, она чудесная. Да, она выглядит. Она модель просто. Модель. Да, в особенности она спортивная. Модель, худенькая. С тыквой, не очень старой. Даже лучше, чем сейчас. Да? Отлично. Угу. Вы вообще чудесный. Вы вообще человек, который не имеет мани, величия. Доделось лично встречаться с Бритни Спирс. Нет. Мне она очень нравилась и нравится. Простая советская девка. А вы с ней встречались? К сожалению. А почему вы ее вспомнили сейчас? Потому что я подумал, вот уж предельно знаменитая во всем мире. Вот, но она, я не знаю, есть ли у ней есть это. Вот, например, Волочкова у той есть. Но она, у нее написано на лице, что дура большая. Вы не боитесь, что она это услышит? Я ничего не боюсь. Я не собираюсь сделать предложение. Вот так, обидели ее? Нет, ну, на вид. А на самом деле она, может, умнейшая. Может, это, может, это Сократ в юбке. Стоп. Владимир. Куда делась? О, тут этих книжек. От улыбки. Вот это вместе весело шагать. Я не посокую ни разу. Нет. Нет. Волочкова. 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 А ты можешь сыграть? Вот видите, у меня дочка какая, неплохая получилась. Дочка, классная. Жена, плохая? Не ешь? Так, мы можем к вам пойти туда наверх? Я буду делать чай? Чай, да, отлично. Чай делать, отлично. Отлично. Начала. Пятенька, покажи это. Мне тоже, папа. Так вам надо что, снять с него? Что? Вместе они должны, сейчас надо придумать. Ань, как часто вы хозяйничаете? Часто приходится, потому что родителей часто нет дома, поэтому приходится заниматься всем самой. А вообще, кто готовит дома, когда родители здесь? Ну, конечно, мама. На самом деле, папа тоже умеет готовить, но готовит он не часто, потому что, я думаю, мама его развалывала, поэтому все делает мама. А какие блюда, например, что? Ну, какой там, я не знаю, ланч, что? Что делает мама? Мама, на самом деле, любит экспериментировать с интернациональной кухней, поэтому у мамы можно ожидать всего, любых блюд. Вы научились от нее? Да, конечно. А что касается папы, у папы коронное блюдо – это картошка. Я, честно говоря, не знаю, почему он постоянно ее ест. Он ест ее каждый день, картошка, и вот как-то он как бы не очень открыт к каким-то другим блюдам, поэтому для него картошка – это вкуснятина. Я лично картошку не люблю, поэтому это специально блюдо папы, но он готовит, естественно, очень вкусно, и готовит ее каждый день, поэтому это была такая диета интересная. Я жареная? Да. Я жареная не ем, поэтому… Это видно. Хорошо, выглядите вы худенькая. Ну, за стул? Давай. Давай. Так, Света, идите за стул, а она там готовит час. Для этой цели у нас есть дома. Ну, текила я… Света, а у вас диета какая-то существует в доме? Да. Какая? Какая? Все-таки полезная. Специально что-то для Владимира Рябча, для вас или… Ну, у нас у каждого свою, у каждого своя диета. Ну, например, у Владимира Рябча что нельзя? Ну, ему можно все. Да. Он не знает, что ему нельзя. Поэтому он ест, что он любит. Вот. И он без картошки прожить не может. Он ее в жареном виде, в духовке, в кюре, в любом виде. Ну, что-нибудь мясное. И много салата, много свежих фруктов. Ну… Суки мы часто делаем свежие. То есть, у нас один день морковные, один день яблочные, один день гранатовые. Раньше пили каждый раз апельсиновый, грейпфрутовый сок. Сейчас… Носкве. …выяснилось, что мне нельзя. Вот. Я сдала там анализы на переносимость продукта. Оказывается, все, что я ела, считала полезным, оказывается, мне нельзя. А мне? Ну, ты не сдавал, я можно все. Ничего, видишь, до 80… Аня у нас старается есть мясо. Почему? Мы часто едим рыбу. Чай готов. Чай готов. Чай готов. А рыба у нас есть, Готя? Есть. А что вообще в холодильнике есть? Можем посмотреть? Да. Ну, сейчас уже мало чего, потому что мы уезжаем все. Я специально. А можно мы посмотрим? Покажи. Покажи, покажи, не бойся. Покажите. Но тебе не удастся оставить гостей без угощения и без жидкости. Вот только… Да, кто за рулем? Не вы? Я. Значит, вам не выпить нельзя будет, да? Я выпью. Мистер Александр… 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 Вы слышали про такое блюдо? Какое? Хумус. Да, я его ем, намазываю на сухарь. Котя, Котенька, Светерка, Светонька. Дай мне, знаешь что, дай мне текилки. Ну, я учусь, я учусь просто абсолютно без перерыва, у меня в стране уроки, и даже никогда не в это время никуда не поехать, поэтому сейчас я уже по Франции, наконец-то отдохнуть. Вырвалась просто на недельку. Котик, дай мне хумус немножко. Так что, скажите, что в холодильнике, несмотря на то, что вы уезжаете? В холодильнике у нас можно найти абсолютно всё, потому что у всех очень разная диета, все питаются абсолютно разными продуктами. Например, я стараюсь поддерживаться вегетарианской диетой, я не ем мясо, мама наоборот любит мясо, овощи, фрукты. Папа ест только картошку, поэтому всё понятно. А в магазинах кто ходит? Я и мама, в основном мама. Если я что-то хочу, что-то особо. А на кого вы учитесь, я не знаю. Прикладное искусство. Я также занимаюсь крайне музыкой. Ну, по подробности, что значит прикладное искусство? Прикладное искусство, ну поскольку это бакалавр, это очень у меня машина. То есть туда всходят с культуры, рисование, дизайн, графический дизайн, фотографии. То есть там 150 года. И я не думаю, что это зависит, потому что мне нравится творчество, но я не люблю зациклиться на чём-то одном. Поэтому для меня это дает такой большой масштабный горизонт, где я могу работать в связи с чем-то хочу. И сколько жизнь учит? Ну, может получить мастера ещё долго, ещё много лет. Но просто, чтобы получить 2-3 года. Да. То есть 5-3 года? Да. Готенька. Смотря как включится. Орешки. Света, а есть какие-то секреты от Ани? Вот знакомство вас с Владимиром Яковлевичем, как это развивались эти отношения? Скажите, есть что-то или они в курсе всего, как всё начиналось? В курсе? Она не в курсе, конечно. На самом деле, по-моему, у них обоих очень разные версии, как всё произошло. Папа уже забыл там. Ну, скажите. Интересно. Ну, мы не знаем. Они не знаем. Мы не знаем. Скажите. Ну, не коротко, но скажите. Как бы банально это ни было, но папа познакомился с мамой и посадите в магазин. Те же ещё не познакомились. И что там мама делала? Мама работала. Она была студенткой. Вот там. Института. Да. Какого? Географического. Пришла работать с композитором. Ну, прям сразу вы сказали всё. Она мне нравится, нравится. Я видел, когда она впервые или почти впервые пришла в композитор. И что? О том. Сколько лет или сколько месяцев понадобилось, чтобы вы оказались вместе? Мы осуществились через три года. В этом декабре, в этом году будет 25 лет. Праздну из Буки, да. И 28 лет познакомиться. Потому что всё это было в декабре. А праздновать будем? Не знаю. А где? Ничего не знаю. Сейчас пока она выращивает одно. Потом будем. А как будете праздновать день рождения в Москве? Уже известно? Нет. Мы решаем проблему по мере поступления. Сейчас решаем. С концертом, с поездкой в Москву. Потом уже немножко расслабимся. Там будем думать о дня рождения. Ну, вы там останетесь до декабря, да? Ну, почему-то последние годы каждый год в Москве. Много народу гости. Ну, ну, да. Все известные сами. Не дай бог. А как вообще вы учитесь здесь, да? Наверное, там есть и какие-то русскоговорящие студенты. Они знают только папа. А папа язык очень знаменитый. Для России уж точно. Есть такие? Ну, на самом деле, когда я училась в России, для меня это была немножко конфликтная ситуация, потому что ни учителя, ни ученики как бы адекватно не относились. Они говорят, о, Шаильская, ой-ой-ой. Как бы учителя либо ставили ни за что пятерки, либо ставили ни за что двойки, и такое было. Но, поэтому приятную сюда, я на самом деле почувствовала какое-то облегчение. Потому что люди меня принимают за то, кто я есть, и иногда просто увидят его фамилии, говорят, что этоThis?? Шаинское? Просто прочитать немножко. Понят, мне это нравится потому что нет такого ничего Spoil 33 типа, и люди не находили даже на такие ожидания, мне на самом деле просто так помфотно общаться, и мне кажется что меня не знают мне на самом деле не отпустят, что те принимают за то, кто ты есть, а не за твою фамилию. А скажите, пожалуйста, а вот я на ютубе видела, вы пели, я не знаю, занимаетесь ли вы сейчас музыкой или пением, да, вы пели, там была такая песня про вода, и музыку сочинил ваш брат, правильно? Да, у нас на самом деле со Славой был такой творческий союз, он писал музыку, я писала стихи, он делал межуровку, мне записывала, я потом вступала и делала, вот, мы на самом деле это занимались уже много-много лет, от полома еще, когда из детского сада мы давали концерт, у нас на даче за забором был детский сад, и мы там детям давали концерт, на самом деле было очень весело, очень здорово, вот, еще с тех времен у нас появился какой-то репертуар, вот, и вот так вот по протяжении годов мы так выполняли. А сейчас, ну, поскольку Слава сейчас в Москве, я здесь, поэтому у нас, как бы, мы больше не работаем вместе, поэтому я продолжаю писать песни, только мне же приходится сама писать музыку и стихи, и сейчас я начинаю писать на английском, потому что, ну, потому что на русском, зачем писать на русском? Вот, а Слава, Слава, тоже. Ну, Слава более сейчас электронная музыка, а у меня сейчас более, наоборот, основанная на рояле, потому что они музыка, поэтому на самом деле, что действительно профессионально заниматься музыкой, что нужно давать полностью все свое время, а у меня, к сожалению, нет, поэтому это просто как хобби. Владимир Владимирович, а вы слышите музыку, которую Аня пишет? Что вы скажете? Я чувствую, что это очень талантливый человек. Когда я вчера была маленькой, вместе с братом они учились по классу рояля, он был старше, стало быть, они были подвинуты в отношении техники, но у ней было такое качество, что рояль пел. Сыну приходилось заставлять, а Аня иногда, если ей никто не мешает, ей нужно сконцентрироваться, она иногда занималась, уже темно, она даже не замечала, не сидела и играла, то есть наслаждалась занятиями, а сыну часто приходилось. Ну, значит, родители, конечно, у нас строгие, они нас оставляли иногда заниматься очень много часов, особенно папа, папа был очень настойчив, но мы бы занимались музыкой все равно, но просто, конечно, папа оказывал им давать действие. Хороший или плохой? А, я там еще не знаю. А вы за то, чтобы свободу давать детям? Я на самом деле считаю, что мне очень повезло с родителями, потому что, в принципе, они давали мне свободу за себя принимать какие-то решения, именно папа, потому что я и слава, мы выросли какими-то независимыми людьми, но что касается музыки, это это нужно было делать, то есть здесь они уже составляли. Вот что касается всех других вещей, и сами за себя решают. Реально? Музыка надо составлять, музыка это каторжный труд, не все его выдерживают. Реально? И сладкий, и кисловатый. Это такая фишка. Это много разных чьев. Чьев и трав. Так что, текила будет? Мамыш, подавилась. Подавилась. Ну, не знаю, просто. А? Ну, хоть что-то покажите, чтобы видео какое-то было, но вы занимаетесь этим, мы это с нами, ладно? Это, что-то еще. Я там была сейчас. Спасибо. Спасибо. Думочка, дай рюмочку. Потом у его старшего сына был день рождения отмечали, потом внучка родилась, и что-то у нас атака у нас. А внучка у кого? От старшего сына, да. Сколько ей, Владимир? Еще месяца нет, только родилась. Внучка, расскажите. Мы еще поедем, еще не видели. Мой старший сын со мной не живет. Ну, понятно. А где он, в Москве? Угу. У него мама не светла. Так, и что? И родилась внучка, да? Наконец. Вы ждали долго? Да. Поэтому, наконец-таки, папа стал дедом официально. Я тетя. А ты? А вы встречаетесь с вашим братом в Слодне? Вы в России вообще бываете в Москве? Ну, как я уже сказала, у меня просто настолько интенсивная учеба, что у меня просто вообще никуда не получается не операция. Она даже летом занималась. Театральная актерская академия. Она просто уходит в 8, приходит там в 10-15 вечера. То есть я ее практически не видела. Она просто огулять с мальчиком. Нет, рядом. Муж какая-то недолюбивая девушка, а? Я удивляюсь, потому что в Москве она учиться вообще не хотела. Не знаю, почему. Я особо могу объяснить, почему. Потому что в России другое отношение к учебе. А здесь я вижу, что учителя действительно хотят твоего успеха, хотят тебе помочь, хотят тебе чему-то научить. Абсолютно другие отношения. Ну, конечно, мне очень хочется увидеть моих друзей. Слава приезжает сюда просто, но я очень люблю Москву. Я действительно очень люблю Москву, но я не люблю погоду. Я не люблю, когда очень холодно. Поэтому мне здесь комфортнее. Покажите, пожалуйста, чтобы посмотреть, что ваша работа. Это просто мои последние проекты в классе, которые я недавно закончила. Расскажите, что это? Это класс по дигитальному, как сказать? Про цифровому. Моё портфолио, над которым я работаю, тема феминизма. И все мои работы основаны на том, что делать женщину женщиной. В принципе, все мои работы, например, эти две, это начиналось от того, что происходит внутри нас. Это какой-то дискомфорт, что, допустим, мы можем выглядеть как-то уверенно, красиво, счастливо. На самом деле, внутри все время происходит какой-то дилемма, какой-то конфликт. И именно вот это я пыталась и показать. Именно то, что часы, похожие на часы до лета, и то, что время идет, и оно не останавливается, что делает эти проблемы еще более тяжелой, потому что время идет. А, например, вот эта работа, мне кажется, более хорошо получилась, это вторая версия вот этой работы, она представляет собой время. То есть вот это корни, это вот когда, значит, что мы все умрем когда-нибудь, и это как конец жизни, и вот это идет отсюда, и это уже начало жизни, это как юность и цветение, это вот собой имеется в виду как жизнь, как у меня язык взлетается. Вот, ну а это время. Вот, это как бы, это линия жизни. Называется the process of time. Вот, это как. Это задание институтское, или это просто ваше... На самом деле, эти работы, они распечатаны вот в таком вот размере, они сейчас выставлены у меня в колледже, это просто так, пример такой. Вот, они выставлены в колледже, поэтому портфоли, над которым я работаю, это чтобы поступить в университет. Оно именно основано вот на теме финизма, и оно, там, надо делать кучу работ, поэтому, конечно же, это главное для портфолио. Вот, мне комфортнее здесь жить, потому что, ну, здесь борются, но одновременно здесь все очень как бы положительно настроены. Просто я знаю то, что в России как бы для молодой женщины, конечно, там намного меньше возможностей, чтобы добиться успеха, просто основываясь на своей силе, на свой труд. Ну, и за то, чтобы на равных были мужчины и женщины, да? Абсолютно. А папа с мамой на равных? Папа, на самом деле, у нас очень часто в доме такие разговоры, и у нас очень часто в доме всегда говорят небольшие конфликты, потому что папа считает, что он у нас Господь-Бог, вот, а я так не считаю. Вот, я считаю, я считаю, что должна быть справедливость, и что должно быть равноправие, вот, но, по сути говоря, у нас, на самом деле, все по-честному, я думаю. Просто папа иногда любит что-нибудь сказать такое. Очень любит Библию читать и домостроить. Папа, у нас больше домостроить. И цитировать оттуда. Почему? Матриархат или матриархат? Ну, мы недавно... Нас двое? Да. Мы с мамой недавно усыновили матриархат, так что все-таки... Он пытается. Да, он пытается, но у него ничего не получается, поэтому в доме с двумя женщинами нелегко, поэтому мы папу уже воспитали. Когда Слава был маленьким, он очень хотел, чтобы у него была сестра, вот, и на самом деле, именно благодаря ему меня зовут Аня, потому что он сказал, что он хочет им назвать его сестру, и он посвятил мне свою первую песню, он взялась Анечка. И папа, хочешь спеть? Слушай. Я сначала спою, а потом... Аккомплименты еще я не сочинял, но это было... Это же не твоя петь. Это славяя песня. Это про славяя песню. Ты хочешь взять и авторский за все произведение всей твоей семьи. Ваши песни вы посвящали когда-то своим детям или Свете? Я обычно решил посвящать им перед смертью. В законе собираюсь умирать. С черву. Что я вот такие не имею в виду? Почему? Ну, как же. Обычно, я знаю, Бетховен кому-то посвятил и помер. Это только Бетховен один был. Скажите. А это, наверное, лимон, да? На рюмочку кладется лемон и солью немножко. Соб текила. Даже кошерный. Мы что-то кошерный. Сюда надо? А лимон мне сюда положи и кошерный немножко. Лимон маленький. Нет. Зачем ты? Надо было сверху положить. Ну ладно, кошерную насыпь. Куда? Ну тогда насыпь кошерную сюда. Давайте посочетуемся. Скажи, зачем? Давайте за нашу семью. За успех. И за здоровье. За здоровье. А у нас здоровье и есть. И что? Да? Да. Угу. А у меня. Угу. А у меня. на здоровье конечно текила это самая лучшая водка это водка ваше здравие ваше здравие как отлично я честолюбив но нет и такой же степени какая степень у вас честолюбие я к этому отношусь легкостью чему на то есть человек который вот я знал одного такого композитора который всегда собой носил толстый портфель очень слабый композитор йода советском этом не брали нашел огромный портфель и там все его сочинения как называется эта комната по-английски master bedroom у вас прекрасное произношение место тут немало это только кусочек master bedroom осмотрите дальше это все принадлежность master bedroom ароматическим маслами море он море любит и душу когда узнали что это рак я сказал так как станиславский говорил некоторым актером когда нашел сал не верю вот и но разрешил чтобы меня забрали чет там вырезали очень много по мы слишком много вырезали и я теперь пол шаинского может быть три четверти три четверти но нормально рака нет а я сказал так самое главное это не бояться смерти я не боюсь этой смерти даже интересно что там ну не на том свете я не в этой не верю это вся чушь но как и если какие-то ощущения думаю что не ощущение никаких нет когда спишь есть какие-то ощущения нет а так ночью когда темно ничего нету что значит ничего нет это значит действительно ничего нет и меня нету вот поэтому а лекарства любите лекарства терпеть не могу а если надо ниже не надо было никогда чего лекарства а если понадобится мы смотря какие если это бегать как за маленьким ребенком там раз три месяца делаем проверку и там надо выпивать какую-то очень отвратительную жидкость такую и вот надо с ним как с ребенком его заставить чтобы это вот он выпил эту жидкость перед этими анализом там сканировали полу я уже и это никуда два мы этого не делали ты что значит ты что мне не говоришь это отвратительно первое время там каждые три месяца сейчас же раз в полгода делаем проверку а это оказалось теплое она что-то попробует чисто холодно да вот холодно я считаю что она героическую борьбу ведет за возвращение жизни человека канцерогенного она победила конечно если бы не она то я думаю что все бы то еще продолжалось уже бы ничего не продолжалось на скромно на скроме а вы оптимист по жизни сейчас значит так анекдот не надо оптимисты и пессимисты пессимист гневно безобразие хуже не может быть оптимист отвечает может быть так вы кто я оптимист съем по вдохновению а вдохновение часто каждый день кто вдохновляет вот это вот вот это женщина а кто она как ее зовут я не знаю а я не помню а я не помню она меня все время обвиняют что у тебя было много неправда вот единственная женщина а и владимир а вы можете сыграть что то что еще никогда никто в москве и в россии не слышал есть что то такое если есть то скажите как называется и сыграйте нам а и 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 А как называется? И никто её не слышал ещё? Не живая душа. По-моему, святая тоже не слышала. А спой дачную? Она называется «Дачная любовь». Так, секундочку. И вопрос. Чьи слова? И когда вы её написали, и её никто не слышал? Я хочу это от вас услышать. Здесь автор стихов Инна Салибова, а автор музыки, говорят, Владимир Шиевский. А когда вы написали? Это дочка Бориса Салибова, который написал КВН, слова от КВН. Только её не Салибов фамилия, а Мамин. А как? Потоцкая. Марина, она Инна Потоцкая. А когда вы написали это? Ну, я ещё не закончил работу. Ну, короче, никто не слышал. Но мы теперь слушаем. Есть? Есть. И сейчас. И сейчас. Летняя дачная пора Пронеслась, как птица. Ещё раз. Летняя дачная пора Пронеслась, как птица. Уезжать тебя пора Ты зашёл простеться. Дальше. Итак, подожди. А-а-а. Да. Хрепло чайник захрипел, вот звонок последний. За окном метет метель, в полдень бавилетний. В полдень бавилетний, в полдень бавилетний. Ну, в общем-то, плохо звучит. Я не подзабыл. Ну, это же новое. Да. Вот. Я считаю, что у меня большинство из тех песен, которые или все поют, или когда-нибудь пели все. Пусть бегут непоклюжи пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно, прохожий в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих, доведу. К сожалению, день рождения только раз даду. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет иной. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок пятьсот. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Мне несколько раз в жизни говорили, что якобы я Киркорова подвел, когда он еще был мальчиком, тогдашней уже светской львице Алле Борисовне Пугачевой. И это положило начало дальнейшему сближению Киркорова и Аллы Борисовны. Это правда? Я не знаю, я не помню. И мне говорили, что сам Киркорова это не отрицал. А что ему отрицать? Я тоже это не отрицал и не подтверждал. Может быть, действительно. Я не помню все, кто подходил к Пугачевой. Я знаю, что я сам это была одна из первых моих певиц, которые пели мои песни. А какую песню она пела? «Как бы не влюбиться, чтоб не ошибиться» Как бы не пожалеть о том нигде и никогда, чтоб с пути не сбиться. Как бы не влюбиться, чтоб не ошибиться, чтоб не пожалеть о том нигде и никогда. Чтоб с пути не сбиться, чтоб не влюбиться, чтоб не ошибиться. И я думаю, что я не ошибся. Вот. Но ведь это бы, если я не ошибся, так это не знает, а может Света ошиблась. Света? А ты? Ты ошиблась тем, что тоже меня полюбила? Я думаю, что нет. Видишь, как она серьезно говорит. А мне она никогда так не говорила. Мне сказали, так я, конечно, ошиблась. Это была ужасная ошибка. Черт знает, за кого бы шла замуж. Что больше всего вас привлекло к Свете? Что больше всего вам понравилось в ней? Понравилось то, что нравится и теперь. Что это? Вот какая она есть. Без хитростная, без выделывания. Ум, талант и красота. То есть, вещи обычно редко сочетаемые. А тут это сочетается. А вы часто признаетесь в любви в Свете? По-моему, слишком часто. Каждый день. Несколько раз в день. Точно, Свет? А что, как говоришь? А? Что говоришь? Я тебя люблю. Ну, это действительно правда. Чушь. Ну, да. Скажи, пожалуйста. Можно тебя не любить? Скажи. Нельзя. Так, ну, встаньте рядом, пожалуйста, подойдите. Чего-нибудь такое обнимите и что-нибудь такое спойте любовное. Смотри, какая красотенькая. Смотри, какой гольф-курс. Зелень. Вот здесь мы просыпаемся под пение птиц, а не под звук какого-нибудь садового кольца или чего-то такого. Да, под пение птиц. На самом деле очень приятно. И птички на рассвете так поют, и разного целый оркестр звучит птичек. А вы вот тогда, когда женились, вы не боялись, что вот такая разница, что вы старше, Света моложе? И не боялся ли Света? Вот есть вопрос такой. Кто больше боялся? Вот. Кто? 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 Я вообще не боялся. Свет. Нет? Скоро. Потому что это, в конце концов, не главный возраст. А главное – это любовь. Правильно? Правильно. Ну? Ещё раз. Просят написать. Ну, не знаю. Вновь всё поцелать. Хорошо, да? Почему вы уехали? Скажите нам одной фразой. В Израиль и в Америку. Почему? Из России. Дело в том, что переезд из одной страны, в Америку, в Америку, в Америку, в Америку, в Америку, в Америку, в Америку. Даже из одной квартиры, из одного дома, на одном переулке, на другой переулок – это операция нелёгкая. Вы можете сказать одним словом – почему? Ну, если говорить честно, то, главное, тут вопрос медицинский. Я убедился, что многие мои друзья, талантливые, не старые, умерли после лечения в наших больницах. Я не хочу ругать наши больницы. Люди там очень хорошие. Мои друзья – это замечательные врачи. Ну, видимо, здесь медицина была, по крайней мере, несколько лет назад, сейчас не знаю как, лучше снабжалась государством, всякими машинами. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Мы же на Европе. А вы вообще не гражданин Америки? Нет. А вот скажите, что вы не уехали, что вы не гражданин Америки, а вы гражданин что, России и Израиля, да, я читала? Нет? Ну, Израиля нет, вот, уже потому что тоже expired. Do you understand? А… Если бы не лекарство, вы бы не уехали? Есть? Я думаю, что я бы не уезжал, кто меня дергал. Зачем? Жил бы. Но лекарства и все связанные с этим моменты. Ну, в принципе, вы же не уехали. Вы и в России, и в Америке, и тут, и там? Да. Я живу в России, и я живу в Америке. А у вас нет своих животных? У нас своих нет, потому что мы часто уезжаем, половина времени в Россию, половина здесь или какие-то поездки и держать животных. Они целыми днями учатся. А животные требуют ухода? А животные к нам приходят, зайцы приходят. Владимир Владимирович, вам надо, Света, завести собаку по кличке Дружок. Эта песня тоже знаменитая. Пропала собака, да. Вы довольны, что мы уезжаем наконец? Нет, я не доволен. Я доволен, что когда вы приезжали. А уезжать, это... Я бы с удовольствием... Я думал только начало выпивки. Смотри, только ты... Что передать зрителям, которые будут смотреть программы с вами? Большой привет! Летим! Летим! Большой привет! И с нетерпением я так же... Если они ждут, то я так же с нетерпением жду... Встречи! Встречи! Когда вы будете в Москве? Очень скоро! Встречи! 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 Встречи!